привет друзья приветствую вас на канале ава сегодня у нас на распаковке и обзоре два прибора ph метр и tds метр значит пришли они ко мне вот в такой упаковке ссылка на эти товары будет под видео покупая с помощью программы кэшбэк 8 процентов мне кэшбэка вернули так вот пришел так вот упаковано вот они два приборчика один идет вот таком кожухе и прибор вот это tds метр это ph метр ну давайте немного теперь по самих приборах и так давайте рассмотрим первый прибор это ph метр прибор для измерения водородного показателя показателя ph характеризующего концентрацию ионов водородов в растворах питьевой воды пищевой пищевом сырье объектах окружающей среды и производственных системах непрерывного контроля технологических процессов ну значит ph метр этот я брал специально для измерения показания качества воды применяемых при пивоварении ну а также буду знать какое качество воды у нас идет и в кране и какую воду мы покупаем жесткая или не жесткая слабо кислотная или кислотная вода значит давайте посмотрим он у нас состоит значит сам прибор который идет с батарейкой уже установлены так идет атакует отверточка для регулирования его выставления показаний идет то таких вот пакетика который нужно будет для регулировки точности показаний нужно будет растворить два вот этих пакета в 250 миллилитров воды стакане в одном стакане один во втором другой вода температура воды должна составлять 25 градусов и при помощи вот этой отверточки при включенном приборе мы выставляем показания которое указано ph 686 и в этой воде в этой будет воде которую расставленный этот пакетик должно показать 401 плюс минус погрешность этого прибора 0 1 ph при температуре 20 градусов так измерение данного прибора от 0 до 14 ph вот такая вот инструкция пришла с ним так можно в принципе будет сейчас замерить на чем-нибудь и откалибровать да чуть не забыл значит прибор ph вот данные пакетики растворяются растворить необходимо в нейтральной воде то есть дистиллированной воде вот этот пакетик этот разводится в дистиллированной воде и так второй прибор это у нас прибор тдс для измерения жесткости воды совокупность химических и физических свойств воды связанных содержание в ней растворимых солей кальция и магния так называемый прибор измерения солей жидкости вот в такой коробочке упакованы сама инструкция на английском языке вот на английском и на китайском значит в данном приборе есть возможность установки проверки температуры самой воды сейчас мы его включим так вот он включился включаем вот узнаем показания чтобы были более точные показания мы сначала измеряем показания температуры которое должно быть в пределах 20 и 25 градусов вот а потом проводим сами измерения значит сейчас мы тоже попробуем протестировать по крайней мере на двух типах воды ну и так прибор я паш откалибровал не получилось снять так батарея села так мы хочу попробовать протестировать воду у меня есть вода колодезная которые говорят ее можно пить но я и дело в том что сомневаюсь данном качестве вот и есть у меня вода купленная вот такая вот по показаниям жесткости она должна превышать 350 600 не жесткости так показания физиологической полноценной минерализации сухих залышек 350 650 миллиграмм ну это мы проверим тдс метром что он нам покажет так паш воды по показаниям вода значит жесткость не более 7 написано паш и сухих веществ минерализации 350 650 ну сейчас мы проверим и так включаем прибор включаем его на показания температуры измеряем температуру воды температура воды у нас составила 28 градусов немножко превышает так температура воды тоже 28 градусов ну примерно показания одинаково теперь включаем измерение нажав еще раз на кнопочку темп значит показания колодезной воды у нас так сейчас показания колодезной воды у нас 182 183 184 стряхнем и показания воды в бутылке 408 408 значит на этикетке у нас указано 350 650 ну в принципе по минералам и Вода соответствует содержанию ионов. И теперь приступим к измерению pH. Включаем прибор и измеряем показания в колодезной воде. Как видим, показывает pH 6,8. И теперь в воде, которая должна быть не менее 7. Напомню, это вода с бутылки. Показания 7,6. Более жёстчая вода. По прибору TDS. В основном его покупают для того, чтобы можно было замерить показания воды, которая выходит из фильтра. Допустим, вы купили фильтр и сразу замерили показания на выходе воды по частицам твёрдых веществ. Допустим, если у вас выход был 150, а спустя месяц-два он начал увеличиваться, то это означает, что вам необходимо будет поменять фильтр. Это как можно его дома использовать. Но pH, сам прибор, я, конечно, буду его использовать для пивоварни, чтобы измерять показания качества воды, из которого я буду варить пиво. Потому что из-за того, что вода менее 7, как колодезная, пиво уже будет мягкое и будет невкусное. Пиво очень хорошее получается, когда показатель воды в пределах 7,5, 7,6, 7,7. В этих пределах даже одна доля влияет на качество пива и на его вкус. Так что, если кто-то будет варить пиво, кстати, прибор не очень дорогой. Вот этот что-то в районе 3 долларов, вот этот в районе 4 или 5 долларов. Ссылки я на эти приборы выложу под видео. Не забывайте про кэшбэк, с которым вы сэкономите тоже немало денежек. Ну всё, у меня на этом всё. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.